Даже я бы сказал дешево Опа Ну это просто ремонт Мы выезжаем из города Витебск Мы выезжаем в Шумилинский район Мы выезжаем в Полоцкий район Город Полоск Наша прогулка по легендарному городу Начинается с осмотра собора Святой Софии Который возник на берегу Двины во время правления Всеслава Чародея Это моментальное сооружение стало третьим храмом на восточнославянских землях И символом притязаний Полоцка на равенство с Киевом и Новгородом Неподалеку от храма на берегу Двины находится знаменитый Борисов камень Умникальный памятник эпиграфики 12 века На огромном валуне высечен крест и надпись Господи помойся рабу своему Борису Легенда утверждает, что князь Борис Всеславович Приказал вырезать такую надпись во время Великого Голода в 1128 году В рамках, которые ранее были местами языческого культа Сохранилось всего четыре таких камня у стен Софийского собора В Друе, в деревне Камена Минской области В музее-заповеднике Коломенское в Москве Стоящий у Софийского собора камень был найден в 1981 году Возле деревни Подкостельцы, в 5 километрах от Полоцка Вблизи современного Ахмутного Полоцка От Софийского собора мы направляемся вдоль западной двины По Нижнепокровской улице Перед нами красное каменное здание в неоготическом стиле Это лютеранская кирха начала 20 века Несмотря на то, что протестантов в Полоцке в конце 19 века Насчитывалось чуть более 200 Они сумели найти средства на строительство храма Теперь здесь размещается краеведческий музей Мы подошли к мужскому Богоявленскому монастырю Монастырь был основан в 1582 году И стал главным центром православия в Полоцке В 17 веке при монастыре существовала братская школа Где преподавал знаменитый ученый, писатель и педагог Семен Полоцкий Почти напротив Богоявленского монастыря находится небольшое старинное здание Которое в городе называют домиком Петра Первого В этом доме летом 1705 года останавливался царь Петр Первый Действующая здесь постоянная экспозиция называется «Прогулка по Нижнепокровской» Перед нами памятник 23-м воинам-гвардейцам Который был воздвигнут в память о подвиге бойцов Первого Прибалтийского фронта 3 июля 1944 года гвардейцы прорвались к мосту через Двину И ценой своих жизней удержали его до прихода основных сил Площадь Скорины Памятник в честь 25-летия под мертвым связям городов Перед нами памятный знак Полоцкий географический центр Европы Это скульптурная композиция из розоветров и земного шара С контурами Европы, которые венчают корабль Символ города Полоцк В 2003 году на пересечении проспекта Франциска Скорины и улицы Свердлова Установили памятник букве У Уникальной букве белорусского алфавита Мы заканчиваем нашу прогулку по городу Полоцк на площади Свободы Также Полоцк является последним городом на территории Белоруссии в нашей поездке Следующим городом будут Великие Луки Он уже расположен на территории Российской Федерации «Мух, мух, мух» «Мух», «Мух» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...